Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Remnant From the Ashes. В прошлой серии мы с вами немного познакомились с лором этой игры, узнали про спящих, узнали про кристаллы, узнали про параллельные миры, в общем, было довольно много информации. Информация была интересная, теперь хотя бы нам немного понятна картина вообще, что здесь, собственно, произошло. И немного с вами повоевали в туннелях метро, и вышли к той самой церкви, где нам нужно найти корневую мать. Но перед тем, как мы с вами отправимся в эту церковь, давайте я вам покажу кое-что. Если вы помните, в прошлой серии мы с вами нашли предохранитель, который подошел на самом нижнем этаже в электрощиток. Он нам открыл доступ к двери, которая открывается картой. Далее за дверью обнаружилось еще несколько комнат, также компьютер, который можно почитать, я еще его не прочел. И обнаружился вентилятор. Так вот, если включить щиток, то у нас открывается дверь при помощи карты, и если выключить щиток, то у нас обесточится полностью помещение и остановится вентилятор. Если туда пройти, мы там с вами найдем ключ как раз от комнаты, которая у нас не открывалась в прошлой серии. У нас была одна дверь, которая не открывалась, на которую нужен был ключ. И вот здесь, на столе, за этой дверью, у нас с вами находится вот такой вот скорострельный пистолет-пулемет местного производства. Отличное оружие, я уже апгрейдил его на несколько уровней, за кадром немножко поиграл, пофармил. Вот, кстати, я спрыгнул как раз из той самой комнаты. А вот там, как вы помните, у нас с вами была эта дверь. Вот здесь. Вот она, собственно, та комната, в которой я только что находился. Нижний уровень я показывать не буду, там, в общем-то, ничего такого сложного. Спускаешься туда, вставляешь предохранитель, электричество появляется. Далее открываешь дверь, вырубаешь щиток электрический. И все. И далее вентилятор останавливается, там проходишь за него, и там такая потайная комната. Стоит коробка с патронами, какие-то ништяки и ключик. Самое главное, что там есть ключик. Который называется универсальный ключ от блока 13. Универсальный, это очень хорошо. Значит, он нам в будущем, может быть, подойдет еще каким-то здесь дверям. Немного пофармил за кадром. Довольно-таки так прилично прокачался, проапгрейдил пушки. Ну, не сильно, но понемножечку, по чуть-чуть проапгрейдил. Немножко попривыкал, повоевал здесь, попривыкал к боевке, к местной. Да, игра действительно не из простых. И тем самым она, собственно, друзья, и подкупает тем, что она не из простых. Мне безумно нравится ее сложность. Я прям кайфую, на самом деле, от всех моих смертей отчасти. Ну, бывает, конечно, подгорает, не без того. Так, нам с вами нужно переместиться в локацию церковь. Давайте отправимся. И вот то самое место, в котором мы с вами остановились в прошлой серии. Вышли из метро и нашли вот эту церковь. Не исключено, друзья, что сейчас у нас с вами будет бой. Потому что здесь дверь, такая дымная завеса, которая обычно характерна здесь для боев с боссами. Так, давайте внимательно осмотримся. Катсцена не запустилась, никакое видео не запустилось. Можно ломать? Можно, отлично. Можно все это дело поломать и попармить денежек еще немного. Деньги здесь очень-очень нужны. Сюда пройти нельзя. А здесь у нас, скорее всего, находится то самое... Просишь у корня совета. Ближе, дитя. Это ты. Волны принесли тебя. Мы видим все. Мы, корневая мать. Сосуд мудрости. Глашатый корня. Чего ты жаждешь? Так, как пробраться через бурю, что бушует вокруг Атолла, я ищу Основателя. А Основателя он собирался встретиться с вами. Основатель. Из-за гордыни и отчаяния ушел из мира. Невольный вестник. Неужели? Час уже настал. Да. Все проясняется. Ты жаждешь смерти корня. Но путь скрыт во тьме. Сосуд знает, что ты ищешь. Мы должны помочь. Но не там, где услышат. Они придут за нами. Когда мы разрушим связь. Защитишь нас? Поверишь? Так, я защищу вас. Делайте, что должны. У меня есть вопросы. Минуту, я вернусь. Вопросы, допустим. Давайте поговорим, пока есть возможность. Помни, пока мы едины, я знаю лишь то, что известно им. Мы знаем, как найти путь. Но не дай им услышать. Защити нас. Или не узнаешь ничего. Хорошо, я защищу вас. Делайте, что должны. Вы не отпустите этот сосуд просто так. Грянут последствия. Защити же нас. Так, а у нас проблемы. Настало время испытать наш пистолет-пулемет. Ну что, иди сюда, корневище. Поставил модификатор, который заряжает нашу способность к отхилу. Именно на пистолет-пулемет, чтобы побыстрее. А выбиливает он безумно круто, на самом деле, в начале игры. Плюс к тому, каждый выстрел он еще и сбивает. Так, вот этот лучший, на самом деле, не очень хороший парень. Лучше к нему побыстрее. Так, внимательно. Перезарядочка и пистолет-пулемет перезаряжен отлично. Плюс он немножко еще встанет их в момент выстрела. Это очень удобно. Ах ты, гад, все-таки попал. Отвали. Так, тихо-тихо-тихо. Вот этого парня нужно срочно. Срочно валить этого парня нужно. Обязательно. Так, внимательно. Опасно, опасно, опасно. Они все идут к корневой матери. Все хотят ее убить. Так, а корневая мать, казалось, не промах. Посмотрите-ка. Я свободна. Так, вернуться к корневой матери. Хорошо. Подождите, давайте не будем спешить. У нас по-прежнему здесь закрыто. Друзья, периодически посматриваю всякие гайды по поводу секретов, советов и так далее. Потому что эта игра построена целиком и полностью практически из головоломок. Здесь периодически возникают всякого рода головоломки и секреты. Обязательно нужно это знать, потому что хочу сделать прохождение полноценным и полным. Для вас, для себя. Но эта игра не рассчитана никак вообще на одно прохождение. Она рассчитана как минимум на несколько. Спасибо, дитя. Что теперь делать? Корень многому меня научил. Я помогу. Мы сразимся вместе. Мне нужен отдых. Смотри, стена. За ней путь. Найди путь. А затем разыщи меня среди своих, наших людей. В блоке 13. Я знаю путь. Мы еще встретимся. Так, хорошо. Дар матери. Нам дали новый талант. Давайте прочитаем. Дар матери. Снижение урона в дальнем бою. Снижение урона. Ну понятно. Хорошо. Хорошо. Пока мы ничего из этого не будем прокачивать. Пускай оно на единичка повисит. Потому что я еще пока не знаю, что нам качать. Что нужно делать. Так, и нам, по идее, нужно идти туда. Но нет, друзья. На самом деле нет. Нам желательно исследовать эту церковь полностью. И прогуляться вот сюда. По пути обязательно нужно все ломать. Так. Кошмары становятся все безумнее. Прошлой ночью я охотилась на семью, вскрывающуюся в лесу за городом. Я чувствовала запах их страха. И мне нравилось это. Я наслаждалась этим чувством. Оно заставляло меня бежать быстрее вонзая когти. В их грудь. И трепетало от восторга. Так. Понятно. Давайте я пролистаю. Кому-то, может быть, на паузе будет интересно вот это прочитать. Дневники здесь довольно-таки большие. Объемные. Я, если у меня будет время, я сам прочитаю это все на паузе. Но, к сожалению, писали в комментариях предыдущих серий о том, что слишком долго я читал. Пол серии там читал эти всякие заметки на компьютерах. Но, друзья, вы знаете, там впервые история вот в играх компьютерных. Ну, не впервые, но одна из немногих, когда повествование меня реально зацепило. Я не мог остановиться. Я такое чувство, что читал какую-то книгу на самом деле. И даже вот у меня появлялись какие-то эмоции. Как-то страшно, жутко там и так далее. То есть, сопереживание там героям и прочее. Поэтому, все же, я думаю, что кому-то, скорее всего, однозначно это будет интересно. Поэтому лучше все же эти вещи почитывать. Ну, или хотя бы пролистывать. Но никак нельзя их полностью пропускать, упускать. Очень здесь будет портить атмосферку это все. Так, смотрим, какие у нас тут полезности есть. Поддончики. Ломаем. А, сундучок, отлично. Прекрасная полезность, я считаю. Так, поддончики. Ломаем. Оп, а здесь у нас что? А снайперская винтовочка, друзья. Отлично. Отлично, давайте же ее рассмотрим. Что за такая снайперская винтовочка? И может быть, даже мы немножко с нее постреляем, повоюем. 132 урон. Угу. Так, давайте снимем модификатор и повесим на снайперский. Снайперскую винтовку. Так, стоп, нет. Отлично, все. Так, и как-то можно, да, на колесико мышки, если нажимать, можно включать снайперский прицел. Это очень круто, на самом деле, для боя с дальними противниками. Например, вот с такими лучниками, которые противные, пуляют стрелами. Причем они еще при этом вешают кровотечение, которое придется лечить бинтом. Здесь у нас что? Здесь просто выход во двор и ничего более, да, скорее всего, да. Возвращаемся. А, у нас здесь сундучок. Смотрите, как удобно. Друзья, как удобно реально все осматривать. Периодически всякие штучки полезные нам с вами попадаются. Это хорошо. Попробуем повоевать, потому что урон у нее какой-то прям вообще классный. 130 с одного патрона. То есть при крите или при попадании в уязвимое место реально прям должна нормально выбивать эта винтовка. Так, а мы с вами, да, мы как раз прошли в ту область, в которую не могли пройти до этого. И нам бы желательно, конечно, сейчас немного зарядить наш модификатор, потому что... Потому что чуть-чуть остается до конца модификатор, именно который нас захилит. Чтобы у нас он был на готове. Так, отлично. Продолжаем наш путь. На самом деле в игре куча талантов. Вообще какое-то огромное количество. Причем их можно получать какими-то секретными способами. Просто в бою. У меня, допустим, один талант появился банально в бою. Давайте вам сейчас его покажу. Вот этот мастер поиска уязвимостей. Мне его в какой-то момент просто дали. Я бегал, фармил этих мобов. В туннелях метро постоянно перезапускал эту локацию. И вот так вот бесконечно бегал и фармил их. И на самом деле, вы знаете, раз в какой-то момент вылетает талант. Плюс к тому, давайте еще кое-что вам покажу. Нашел, точнее как нашел. Плетеный идол. Помните, мы с вами встречали дерево, которое говорил на непонятном языке. Какой-то шипящий такой звук, какой-то странный, непонятный. Так вот, если его расстрелять, а бой там довольно сложный. Он призывает еще адов всяких разных. Если его расстрелять, то получаем вот такой вот плетеный идол. Эффективность брони повышается. Но у нас с вами тоже довольно-таки хороший оберег, оберег снайпера. Поэтому мы его оставим, пока не будем менять. Так, и у нас, смотрите, рейтинг зоны. Защита понижена для этой зоны. Атака нормальная, а защита понижена. Это говорит о том, что нам желательно бы прокачаться. Или, может быть, хотя бы найти какую-то лучшую броню, например. Так, ну что, потестируем на ком-нибудь-то. Будет возможность... А, стоп, нет, это не увеличивает. Да, посмотрите-ка, какой боец там, а, интересный. А ну-ка. 463! Вот это класс! А вы видели, новые противники появились. Какой-то новый вид. Ранее не встреченный нами еще. А, смотрите, не обязательно на колесико мышки, да? А, то есть два режима есть. Понятно. То есть можно стрелять вот так, а можно перейти в снайперский режим и в нем остаться. И тогда на правую кнопку будет постоянно включаться прицел. Кстати, надо бы эти фички запоминать, потому что в какой-то момент, боюсь, могут меня они подвезти. Так, там определенно кто-то есть за этой машиной, я видел. Мелькнула там чья-то фигура. Давайте заберем положенное нам лом и железо. Вообще нездоровая локация, звуки прям напрягают. Да, вот он, вот он, боец. Бамс, нет бойца. Отлично. Красиво и быстро. Слушайте, вот это да, винтовочка классная. Ну, по крайней мере, пока, вы знаете, вот так вот не в заварухе, а именно когда замечаешь противника раньше, очень здорово. Я не знаю, в этом направлении нам нужно идти или в другом. А, им достаточно, собственно, и так, да? А, кстати, посмотрите, первые стреляющие противники у нас появились. До этого кидали с топориками и был один здоровяк с пулеметом. Но вот такие бойцы еще нам не попадались. Так, давайте посмотрим, что у нас, собственно, по заданию. Я ломлю куда-то. А, корневая мать утверждает, что может помочь мне. Она сказала встретиться с ней в блоке 13. А, да, все. Зря я, собственно, бежал. Давайте тогда вернемся. Сразу я не прочитал задание. Ну, меня сманило новой локации, новый ствол, друзья. Сами понимаете, прям желание потестировать. Все это очень-очень большое. Давайте тогда вернемся сейчас быстренько. Мы недалеко ушли от нашего кристалла. В игре масса секретов боссам, кстати, можно отстреливать конечности. Эта фишка взята в этой игре из игры Dark Souls. Там тоже в первой части, по-моему, не знаю уж как в остальных, не помню. Знаю точно, что в первой. Можно было отрубать хвосты всем тем, у кого они, собственно, были. И за это получать оружие. Но здесь ты получаешь либо оружие, либо какие-то предметы для создания оружия. Но, в общем, тоже интересная механика боя здесь прикручена. Очень удобно. Хорошо. Давайте вернемся в убежище 13. Поговорим с корневой матерью. Возможно, она нам даст следующее задание. Либо попробует что-то объяснить, разъяснить. Да, корневая мать, корневая мать. Кажется, в одном из каких-то очередных видео с секретами, гайдами и так далее, я видел ту самую корневую мать вот здесь. Да, вот она стоит. Здравствуй, дитя. Наконец ты здесь. Что еще за лабиринт? Это перекресток миров. Основатель ушел туда. Скрылся из виду. Я направила его к лабиринту, как и тебя. Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя. Отыщи свет, что он охранял. И ты предстанешь предхранителем лабиринта. Так, спасибо, так и сделаю. Стой. Еще один дар поможет сразиться с всепожирающим корнем. Осколок драконьего сердца. Я помогу сделать его сильнее. Корень един и силен. Но с этими дарами у тебя может быть шанс. Великие силы между мирами. Не должно, чтобы они принадлежали чему-то одному. Так, у меня еще остались вопросы. Допустим, давайте поговорим. Спрашивай. Война лишила меня многого. Но многое и дала. Так, как мне найти лабиринт? Что такое хранитель лабиринт? Что такое корень? Вы ведь были человеком. Это лишь слабые, забытые сны. Основатель. Эндрю. До того, как пришел корень, мы были вместе. Но воспоминания гаснут. Они больше не мучают меня. Вот это да, понимаете? Это вот как раз, когда мы с вами читали самый первый журнал. Там писала девушка. Так вот, это она и есть. Это та самая корневая мать или мать корня, так называемая. Вот она перед нами. Она получается действительно бабушка командира форт. Эллен бросили все. Она теперь одна. Я не смогу заменить ей мать. Старые узы сломают ее. Причинят ей боль. А так потеря только придала ей сил. Пусть лучше все остается как есть. Так, хорошо. О чем вы говорили с основателем во время последней встречи? Вестники. Пророчества. Как и все, кто искал мать, он услышал лишь то, что хотел. И сделал единственное, что мог сделать. Отправился в бой. Так, интересно, а что вот она нам может рассказать по поводу корня? Что такое корень? Конец всего сущего. Вестник тишины. Корень ищет покой среди пепла. Либо корень падет, либо мы. Почему вы присоединились к корню? Я давно сделала выбор. Я думала, что это все изменит. Но от них мыслей мало. Отчаяние придало мне сил, дитя. Предаст и тебе. Хорошо. Поможете мне с улучшением? Прими этот дар, дитя. Так, давайте посмотрим. А, симулякор. Некий симулякор, которого у нас нету. Отлично. То есть мы с вами наконец-таки нашли персонажа, который нам будет каким-то образом улучшать наш осколок дракона или драконье сердце. Но ничего сделать с этим не можем. Почему? Потому что у нас нет симулякора. Вот такая вот история. История интересная. Жизнь дорогого стоит, дитя. Так, смотрим. Смотрим, что у нас дальше. Корневая мать подтвердила, что основатель может мне помочь. И чтобы найти его, нужно сперва найти хранителя лабиринта. Взгляни туда, где свет тянется к солнцу и кажется водой. По ее словам, там я могу найти или призвать башню хранителя. Хорошо. Ну, нам, я думаю, в любом случае нужно продолжать наш путь по тем же местам, по которым мы с вами шли. Предварительно давайте сейчас забежим к нашему Ориксу и посмотрим. Может быть он нам что-то может улучшить. А бы не прочь, конечно, улучшится, но железа чертовски не хватает. У нас Новая Горька. Ну, она неразговорчива, но будто видит насквозь. Надеюсь, она обретет здесь новый дом. Так, хочу взглянуть на твои товары. Давайте посмотрим. А что у него продается? У него на самом деле есть вот эта вот охотничья винтовка с девятью патронами в обойме. Давно она меня манит на самом деле посмотреть, что это за такой фрукт интересный. И, скорее всего, это время настало. Друзья, давайте купим. Не будет она лишней, я думаю. Мы ее постепенно, может быть, прокачаем или нет. Посмотрим, как она дамажит. Хорошая, нехорошая, не знаю. Посмотрим. Так, снайперка. Улучшить сможем? Да, ненамного, к сожалению. Может быть, по броне лучше пройтись. Например. Пятнадцать. Плохо. А здесь пять и десять, да? Давайте, наверное, улучшим. Не знаю, как поступить лучше. Давайте, наверное, сапоги на разок и шляпу на разок. Даже на два раза можно улучшить шляпу. Отлично. Улучшим тогда на два. Я понимаю, что, скорее всего, я поменяю рано или поздно броню. Но сейчас мне не хватает. Не хватает именно брони. Желательно бы улучшаться. Так, и что? Забыл я кое-что еще глянуть. Давайте сейчас быстренько вернусь. Потому что железо, на самом деле, продается здесь у некоторых персонажей. Как впрочем, продаются и коробки с боеприпасами, и масляные тоники, и бутылочки. Вот все, что есть у меня на панели быстрого доступа. Все вещает. Все продается. Ну и ладно. Она. Так, вот, смотрите. Илюминитовый кристалл продается. И немного продается железо. Давайте его все купим, потому что оно дешевое. А нам пригодится. До встречи. В следующий раз будем улучшаться, и у нас уже будет какой-то запасик железа. Все. Сделал все, что хотел. Наверное, да? То есть разговаривать здесь мне ни с кем не нужно. Нам нужно с вами продолжать наш путь. Так, последняя контрольная точка. Да, по-моему, вот куда-то сюда. Можно было через последнюю контрольную точку. Можно просто через панель с телепортами. Так, хорошо. Пистолет, пулемет. Снайперская винтовка. Отлично. Все есть. Где наш друг? Друг должен был появиться. По идее. Минус друг. Хорошо. Ну как друг. Такой себе друг из него, на самом деле. Классная вещь. На удивление, да? Казалось бы, что, скорее всего... Ну, залезай, залезай. Скорее всего, в каких-то замесах она вряд ли нам поможет. Так, посмотрите-ка, там какой-то новый противник у нас с вами. Интересно, кто такой. А есть у него голова, допустим. Сейчас узнаем. Сейчас все узнаем. Голова, оружие. Все, что у него есть, сейчас все узнаем. Ах ты ж, промахиваться не нужно. Так, 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 так. Подожди, подожди, друг. Так, а вас что-то много там, братва? Подожди, подожди. Давайте-ка, оттянемся. Очень большой радиус. Радиус поражения той твари. Вообще какой-то лютый, на самом деле. Так, хорошо, хорошо, пока получается. Справился. Ммм, слишком далеко, скорее всего, да? Так, у нас с вами гнили. Но пока еще эта полоска полностью не заполнилась. Это значит что? Это значит то, что еще пока эффект не начал действовать. Давайте-ка мы сейчас сблизимся с этой тварью. И просто накормим ее свинцом. Хорошо. Интересно, встретим мы в этом, в этой серии босса или нет. Так, там что-то синее у нас есть, отлично. Ох, опасно, опасно, опасно. А, все, заражение пошло. Сам запрыгнул, на самом деле, в это облако. Сам же и виноват, собственно. Ох, жесть, сейчас завалит, сейчас завалит гад. Давайте-ка уйдем куда-нибудь. Куда-нибудь спрячемся. Может быть, получится тянуться подальше. Но придется подхилиться, скорее всего. Так, что дает нам это заражение? Давайте, наверное, пойдем вырубим. Вырубим этого монстра противного. Все, отлично. С этими бойцами мы уж как-нибудь там разберемся, наверное. Так, стоп-стоп-стоп, не спешим. Бойцы непростые, противные. Стреляющие. Заражение, давайте попробуем бутылочку принять. Так, все, заражение снялось. Хорошо. И где-то там еще у нас с вами есть один клиент, да? Вот он, вот он, вот он. Кто такой? Слушайте, какой-то лютый. Посмотрите-ка. Пока, пока даже не получается его пробить. Интересно. Ну что, дуэль двух снайперов, да, брат? Все, вроде бы сняли у него эту броню. Скорее всего. Давайте сейчас выпьем одну бутылочку. Не, вы знаете, я, наверное, пойду. Пойду в упор. Что-то мне не нравится все происходящее. Какой-то он неприятный парень. Э, всего-то, да, казалось бы. Чуть-чуть его нужно было натрепать. Эх, ух, нелегко было. Да, вот одно драконье сердце уже ушло. Так, тачко талантов, отлично. И вы знаете, какая мысль у меня появилась? Все же снайперка классная, но, скорее всего, от нее я откажусь. Почему? Потому что урон классный, крутой, но один выстрел. Всего лишь один выстрел. Мне, скорее всего, нужно именно туда идти. Возможно, в те ворота. У нас с вами стрелочка именно туда горит. Но, спешить мы не будем, потому что нам нужно обязательно здесь все изучить. Нам нужны ресурсы, нам нужны лом и прочее, и все остальное. И даже противники, в общем-то, тоже нужны. Так, и вы знаете, давайте, наверное, сейчас все-таки снайперку мы с вами уберем. И возьмем, наверное, наш дробовичок. Старый добрый дробовичок. Талантов у нас пока немного, точнее, модификаторов. Так что мы дальше с дробовичком пойдем. И смотрите, как вот этот парень сейчас от дробовичка будет страдать. Когда я в него попаду. А это рано или поздно случится. Патрончики кончились, но ничего, коробочку с боеприпасами, если что, мы используем. Дробовик, конечно, тем хорош, что вот вообще не надо целиться, понимаете? То есть просто куда-то там навелся в сторону, как дал, и моб лопнул. Но все это делать нужно действительно на маленькой дистанции. Ну, не то чтобы на маленькой, но как минимум на средней. Иначе возникают сложности. А ну-ка иди сюда, где... Посмотрите, какой, а! Питрец, огурец! Так, хорошо, хорошо, замес, да? Замес! Отлично! Немножко давайте повоимся с пистолет-пулемета, потому что выпадают тогда патрончики от дробовика, и мы с вами сможем немножко подфармить. Плюс зарядим нашу ауру, что, в общем-то, тоже неплохо. Так, хорошо, хорошо. Куда-то мы с вами уже залезли в какое-то здание. Непонятное, но ничего. Сейчас будем разбираться. Такие здания все-таки исследовать нужно. Потому что могут находиться всякие полезности. очки талантов. Даже оружие, друзья, может в таких зданиях находиться. Поэтому обязательно все обсматриваем. По-хорошему надо ломать вот эти вот книжные шкафы в том числе. Тоже падают деньги здесь. А денег вначале не хватает. И сундучок. Прекрасно. То, что нужно. Так, смотрим, куда нам с вами далее. Можно было куда-то сюда углубиться, пройти. Зарядить бы модификатор, да похилиться, чтобы не тратить сердце дракона. Или осколок дракона. Но недаром мы с вами нашли снайперскую винтовку именно здесь. Именно в этой, перед этой локацией точнее. Потому что здесь как раз вот такие вот бои на дальних дистанциях. Очень удобно разбираться с этими ребятами. А у нас получается дробовичок все-таки он для ближней. По большому счету. Вот сейчас того парня я бы уже давно снял. Но, к сожалению, не получится этого сделать. Придется более-менее сокращать дистанцию, чтобы качественно ему навалить. Ну вот как-то так. Контрольная точка у нас, посмотрите. Интересно. Интересно, куда мы с вами пришли. По-моему, играет музыка где-то, я слышу. Так, вот тот самый моб. Какой-то злой колдун. Мы сейчас его свинцом-то поднакормим. Где ты? Я знаю, ты здесь. Так, да. Снова этот противник. Вроде бы он несложный, но... Прикурить даст. Будь доброй. Во-во-во-во-во-во-во. Даст прикурить однозначно. Рядом контрольная точка, ничего страшного. Мы с вами. Все, добить. Отлично. Справился. Да, вы знаете, конечно, вот так вот маловато драконий сердец, на самом деле. Хотелось бы чутка побольше. Потому что вот раз-два, и все, и кончились. Да. А, вот он, вот он, гад. А ну, поджарим-ка тебя, тварь. Так, еще очко талантов. Отлично. А наверху, по-моему, что-то синенькое у нас. Какое-то синее свечение появилось. Где-то видел. Или показалось, но, по-моему, нет. Не показалось. Хотя, вполне возможно. Какой-то такой отблеск мог показаться мне. Да! Да, вы знаете, тут никакого лабиринта не надо. Достаточно просто в этом доме погулять какое-то время, и все. И уже запутался. Уже не понимаешь, где ты находишься. Потому что тут топают со всех сторон. Кстати, вот хорошо бы вот это все ломать в другом комплекте брони. Но геморройно, с переодеванием слишком сильно все-таки не хочется геморроиться. Да где вы все? Я вообще не понимаю. Где ты там топочешь? Давай уже выходи. Ладно. Пойдемте к контрольной точке. Вполне возможно, что всех их придется нам зачищать заново. Ну, а может быть и нет. Посмотрим. Где-то там топает, гад. Не понимаю, где именно. И у нас там где-то играла музыка. Да, вот она слышится уже. Потихонечку слышится музыка. Пойдемте же поближе подойдем. Посмотрим, что это за место такое интересное. И скорее всего мы с вами отдохнем у контрольной точки, потому что нужно нам восстановить, во-первых, наши личинки, ну и немного патрончиков тоже. Ничего личного, Рагу, но я тебя съем. Я тебя приготовил. Я тебя приготовил. Я тебя и съем. Какой интересный персонажик. Посмотрите, он с вами здесь сидит. Причем он, а нет, не он, люстра. Или не люстра, да. Люстра на цепи висит. Я думаю, что он прикован цепью. Дом мусорного зуба для тебя всегда открыт. Как говорил мамуля, ми-казы-суп-каза. Зачем ты здесь? Поговорить? Поторговать? Ты живешь здесь один? Ну да. Обычный старый мусорщик, живущий на краю света. А со старого вертелета удобно стрелять по корягам, если они сюда заявятся. Тут бывает одиноко. Но тем ценнее становится хорошая компания. Ладно, так я тебя насмерть заговорю. У меня истории наберется с миллион. Но ты здесь явно по делу. Итак. Хочу взглянуть на твои товары. Прощай, мусорный зуб. Нет. На самом деле, друзья, вот этот персонажик здесь, если с ним поговорить, скорее всего прослушать весь его миллион историй, он нам с вами даст одну интересную вещичку. Поэтому давайте мы попробуем ее сейчас получить. Проще сказать, какие истории я не могу рассказать. Так что там нравятся нынешней молодежи? Мне было десять, когда мы пришли в Оазис. Мамуля там нравилась. Безапарк. В детстве мамуля рассказывала мне о фильмах. Но впервые фильм я увидел в Оазисе. Ага. Безумнее, ничего в жизни не видел. Сколько времени? Хватит, наверное, историй. Ладно. Мы так давно не говорили с Брабусом. Он хороший лидер. Но мы редко видимся. Моя мамуля всегда говорила, относись к другим, как к себе. Вот только Брабус не такой. Он считает, что коряги убили в людях все добро. Может, он и прав. Ладно, хватит. Наверное, уже был там. Конечно. Из Оазиса мы ушли зиму. Мамуля не сказала, что беременна. Что-то пошло не так. Она так и не сказала, почему мы ушли из Оазиса. Уверен, у тебя есть дела поважнее. Ладно. Я рассказывал, почему мы... Я видел, как эта птица летала. А потом ее сбили коряги. И она полетела вниз, как чертов мид... Я все видел. Все! Наверное, тебя кто-то уже заждал. Так, 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 так. Эх, я ведь всегда держал ухо в остро. Было несложно. Но кто бы мог подумать. Не думал, что коряги способны сдаться. Конечно, я не жалуюсь. Ладно, хватит, наверное. Ладно. Не знаю. Эх, во времена безумной восьмерки, и сила от него становилась за десятерых. И, кстати, я его как раз могу еще рассказать. Ладно. Много читаешь? Я вот читаю все, что попадется. О-о-о! А вот Веча, Вечин, Веч... Ага. Там есть пришельцы люди. Могу поспорить автор. Ладно, хватит. Конечно. Как-то на вылазке из... А, в подвале. Другие убежали, про... Остальные потом скажут. Знаешь, ты всегда... Давно уже никто так меня не сломал. Это моей жены. Хотел отдать своему мальчонке, но... Не думаю, что он ко мне вернется. В этом мире нет времени ждать, пока настоящий рост. Карманные часы, друзья. Задание выполнено. Круто. Так и сделаю. Спасибо. Конечно, конечно. Я могу еще чем-нибудь помочь? А вот теперь можно и взглянуть на его товар. На самом деле, диалог очень большой. Я пропускал на первой фразе, на первом слове, потому что нереально все это дело прослушать целиком. Мне кажется, тут надо полчаса, не меньше, чтобы прослушать этого милого старичка. Давайте посмотрим, что у него есть. Товары! У меня один хлам. Так, хлам, да? Тоник мусорного зуба. Повышает максимум здоровья на 25 на 60 минут. Гибель персонажа не отменяет данный эффект. Коробка с припасами. Ну, парочку коробочек возьмем. Наверное, не побрезгуем, да? Так, повышает. Ну, по сути, это бафы, причем очень годные бафы, друзья. Давайте купим, наверное, по парочке. Не пожалеем денег, пускай лежат, авось пригодятся. Может, когда-нибудь будет какой-то сложный бой. Или что-нибудь такое. Или сложные противники. Мы с вами обязательно всегда сможем применить это все дело. Смотрим. Один из коробок с боеприпасами. А я запасливый. А я запасливый, на самом деле-то. Хорошо. И посмотрим, давайте, все-таки, что он нам с вами дал. Карманные часы. Повышает восстановление выносливости на 15 единиц в секунду и снижает расход выносливости на 15. Вы знаете, есть смысл надеть и просто побегать с ними, посмотреть, как они будут работать. Мне кажется, пувыркаться сможем очень долго. При этом выносливость, я думаю, будет восстанавливаться довольно быстро. Так, у нас здесь, скорее всего, короткий путь. Давайте попробуем. Да, путь короткий, но закрыт он с обратной стороны. Попробуем найти обходной путь. Посмотрим, где мы с вами находимся. То есть, короткий путь у нас не открыт. А как его открыть? Возможно. Ну, пока непонятно. Ладно. Давайте сейчас откроем часть карты, которую не получилось открыть. Она где у нас? Она где-то вот здесь, да? Не люблю, когда остается что-то закрытое, потому что там может находиться все, что угодно. Плюс какие-то полезные, классные штуки. Хотя странно, почему у нас здесь карты. Я вроде бы проходил этой дорогой. Но почему-то у нас здесь карта закрыта. Оказалось, хорошо. Сейчас мы ее быстренько откроем. Очень вначале классная штука. Вот этот пистолет-пулемет. Классно помогает. Здорово. Прям на близких дистанциях. Вообще он прям мобов трепет. А, у нас проблемки. Некоторые проблемки появились. Так, стоп-стоп-стоп. Нужно немножко помансить. Помансить, походить. А, как я тут на самом деле-то зажат. Так, ну мы с вами этого парня, конечно, раскатаем. Так-то. Ой, жесть. Вот это я свои возможности немножко переоценил. Ладно, ничего. Мы на контрольной точке, причем довольно-таки близко. Да, вот здесь бы, скорее всего, пригодилась бы вот эта чертова снайперская винтовка, будь она не ладно. Давайте ее возьмем. Без модификатора. Хотя бы просто возьмем и попробуем пройти это место еще раз. Она очень помогает. Если что, мы, наверное, в бою, я думаю, сможем поменять ее. Да, на самом деле, умирать от обычных мобов, но их там что-то много прям. И они все стреляющие, к тому же. Практически ни от кого никуда не укроешься. Класс. Еще о неприятности. Внимательно смотрим. Следим за какими-нибудь светящимися цветами, типа синих и фиолетовых. Да, на самом деле, приятно. Вот на такой дистанции, конечно, приятно с ними сражаться. Потому что на близкой дистанции прям как-то совсем. Они все мечутся, бегают. Попробуй еще попади. Так. Хорошо. А вот и наш друг, да? Давайте-ка возьмем вот эту штуку. Она против него эффективнее работает. Уберем лишних, чтобы нам никто не мешал. И сразимся с этим парнем. Да. Только тяжело, на самом деле, стрелять из-за техники. Перекрывается прицел периодически. Воу. Подставляться нельзя. Посмотрите, он меня достает. Я в него не попадаю. Так, уходим, уходим, уходим. Ждем, 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 ждем. Какой хитрец, а вы посмотрите-ка. Все, отлично. Очень противный моб. Прям очень противный. Справился. Лучше, на самом деле, спиток вот таких вот дураков будет попроще. Это прям какой-то чрезмерно противный гад. Так, ну что? Подбавим огоньку. А куда стрелял? Не понял. Аккуратно, гниль. Опасно. Ник, да, брат. Жесть, 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 нет, нет, нет. Да какая жесть, боже мой. Вообще забываю про хп. Просто забываю. Непривычно, очень непривычно, что они стреляющие. Да, вы знаете, если я так буду дохнуть здесь на первых мобах, пускай даже не первых, пускай даже следующих, но мы с вами еще более-менее в начале игры. Как-то стрёмненько на самом деле выглядит. Так, хорошо. Давайте менять вооружение. Так, что теперь? Причем непонятно, сколько их на самом деле. А здесь бы скорее всего нам помогла метка охотника. Может попробовать его как-то расстрелять издали? В принципе-то у нас оружие дальнобойное, и вроде как у него там уязвимые места есть. Пожалуйста. М-м-да, попадать бы еще по этим уязвимым местам на самом-то деле. Странно, а почему? Почему не проходит урон? Повышенный урон по уязвимому месту, по идее, должен. М-м-м, даже порой вообще урон не проходит. М-м-м, даже порой вообще урон не проходит. Да, вы знаете, все-таки снайперка оказалась поэффективнее дробовика. Ах, справился. И именно из-за своей дальней... Из-за своей дальности. Так, нам, по сути, туда-то не очень-то нужно идти. Конечно, можно прогуляться, но не очень нужно. А нам нужно как раз вот сюда. Посмотрим, куда этот путь нас приведет. Да, на самом деле, в очередной какой-то подземелье. В какую-то канализацию. Возможно, это одинаковый путь, что мы вошли бы тогда. Куда-то. В какую-то канаву. Что здесь мы с вами пройдем. Возможно, это одно и то же. Так, отдохнуть у контрольной точки. Хорошо. Давайте отдохнем. И продолжим мы уже с вами, друзья, в следующей серии. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии и канала в целом. Все пожелания, предложения пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok